Runway анонсировала ИИ-систему нового поколения для генерации реалистичных видеороликов. Компания Basemark готовит кроссплатформенный тест графических процессоров с трассировкой лучей. Профессиональный уровень с новым VivoBook Pro 15 OLED. Пульт для умного дома делает то же самое, что и Android-смартфон. Тогда для чего он нужен? Разбираемся вместе! Всем привет, друзья! С вами Яркачер. Это Asus Live новости IT, технологии, железо и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра! Погнали! Нью-Йоркская компания Runway, известная своими разработками в области искусственного интеллекта для создания видеоконтента, анонсировала новую модель Gen3 Alpha. Эта система призвана укрепить позиции компании на рынке и генерации видео, где в последнее время наблюдается серьезная конкуренция со стороны таких проектов, как OpenAI SORA и Luma AI Dream Machine. Gen3 Alpha обладает впечатляющими возможностями по созданию высококачественных, детализированных и реалистичных видеороликов продолжительностью до 10 секунд. Среди отличительных особенностей генерируемого контента — широкий спектр эмоциональных проявлений персонажей и динамичная работа виртуальной камеры, имитирующая реальную съемку. Однако на данный момент Runway не раскрывает подробностей о технологической основе и принципах функционирования Gen3 Alpha. Доступ к модели, открытый так и закрытый, пока не предоставляется. Тем не менее, компания выразила готовность сотрудничать с организациями, заинтересованными в адаптации и кастомизации системы под свои нужды. Брэйкинг Лимит Предназначенный для настольных компьютеров, ноутбуков и портативных устройств. Этот кроссплатформенный тест подходит для широкого спектра устройств, включая смартфоны премиум-класса, планшеты, ноутбуки и бюджетные системы. Высокопроизводительные системы также могут воспользоваться преимуществами Брэйкинг Лимит Ультра — специализированной версией для настольных компьютеров и ноутбуков с более мощной графикой. Тест Брэйкинг Лимит может работать на всех основных платформах, что позволяет легко сравнивать мобильные устройства с низким энергопотреблением и высокопроизводительные настольные системы. Он поддерживает Windows, Linux, Android и iOS, используя три графических API — DirectX 12, Vulkan и Metal. Стандартная версия работает с разрешением Full HD, а версия Ультра — с разрешением 4K. И стандартная и Ультра версия выделяют технологию трассировки лучей, включающую отражения и тени с трассировкой лучей. Тест Ультра также включает встроенную поддержку двух тестов масштабирования — NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2. В обоих тестах используются сбалансированные настройки качества. Однако результаты этих тестов нельзя напрямую сравнивать из-за различий в качестве и различных методов, используемых в каждой технологии для рендеринга кадров. Ожидается, что Брэйкинг Лимит будет бесплатным тестом, соответствующим предыдущим выпуском компании Basemart, хотя конкретная дата выпуска не объявлена. Друзья, сегодня я расскажу вам о великолепном ноутбуке для тех, кто работает и играет на профессиональном уровне. Встречайте Asus Vivobook Pro 15 OLED 2024 года. Ноутбук Asus Vivobook Pro 15 OLED подходит и для создания медиаконтента, и для игр благодаря мощной аппаратной конфигурации. В максимальной версии он включает в себя новейший процессор Intel Core 9 Ultra со встроенным нейронным процессором, видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4060 с дисплейным мультиплексором, 24 гигабайта оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель NVMe емкостью 2 терабайта. Мощный ноутбук, такой как Vivobook Pro 15 OLED, требует надлежащего охлаждения, однако излишний шум вредит творческому процессу. В полноскоростном режиме эксклюзивная система iSchool Pro позволяет увеличить общий термопакет центрального и графического процессоров до 125 Вт без снижения производительности из-за троттлинга. Дисплейный мультиплексор позволяет переключать графическую подсистему ноутбука между гибридным режимом и режимом дискретной видеокарты. Первый обеспечит длительную автономность при легких задачах, а второй улучшенную производительность при запуске игр и других требовательных к графическим ресурсам системы приложений. Любой контент выглядит на ноутбуке Vivobook Pro 15 OLED великолепно, ведь он оснащается передовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16 на 9, разрешением 3К и исчезающей тонкой рамкой. Отличные скоростные характеристики в виде частоты обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс гарантируют плавное отображение динамических сцен. Кроме того, дисплей может похвастать точной цветопередачей, кинематографическим цветовым охватом и расширенным динамическим диапазоном. Vivobook Pro 15 OLED может похвастать изысканным дизайном, доступным в двух цветовых вариантах – серым Earl Grey и серебристым Cool Silver. Тонкий корпус с четко очерченными гранями снабжен прочной металлической крышкой. Оригинальным штрихом в облике устройства является клавиатура, выполненная в двух цветовых оттенках. Более подробную информацию о ноутбуке Asus Vivobook Pro 15 OLED вы можете узнать на нашем сайте. Французский стартап Contato создали пульт для умного дома, который делает то же самое, что и Android смартфон. Ну и возникает вопрос, и для чего же он нужен? Давайте разбираться вместе. Дизайн телефона-раскладушки из начала 2000-х, сенсорный экран на 3,2 дюйма и Android 12 на борту. Такое чудо французы из стартапа Contato назвали культом для управления умным домом и выставили на Кикстартере. Haptic RS90 может подключаться к 3000 устройств через инфракрасный порт, а также к целому набору разных экосистем умного дома. Писки их пока 12 штук, включая Apple TV, Home Assistant, Samsung SmartThings и другие. Можно управлять устройствами при помощи голоса, слушать музыку через Spotify, настраивать параметры управления на экране, а не только нажимая в одну из 24 физических кнопок. И, конечно же, у всех возникает вопрос, зачем это покупать, если все то же самое можно делать с телефона совершенно бесплатно. Авторы стартапа предлагают сэкономить 5 шагов и 10 секунд, которые обычно тратятся на то, чтобы найти телефон, разблокировать его, дождаться запуска приложения умного дома и выбрать там устройство, которым хочется управлять. Предполагается, что на пульте это можно будет делать на лету, с меньшим количеством телодвижений, так же, как мы привыкли управлять телевизором. Контролировать можно будет всю умную технику, что есть в доме. Музыку, ТВ, освещение, электроприборы и системы безопасности. Первоначальные запросы стартаперов были скромными. 10 тысяч долларов на первую партию. И вы не поверите, но люди задонатили уже 360 тысяч долларов. Видимо, девайс пользуется популярной. Стоит пульт 323 доллара. А более простая версия без инфракрасного порта с урезанным Wi-Fi и памятью обойдется в 258 долларов. Отправлять их планируют уже в августе. На сегодня это все. Я с вами не прощаюсь. Говорю, до новых встреч. Спасибо за просмотр. С вами был я, Аркачер. Это Asus Live. Следите за нашими новостями. Будьте с нами. Пока.